Добрый вечер! В эфире программа Прайм Тайм. Время говорится об актуальном. Здравствуйте! Мы снова собрались в студии прямого эфира с компетентными гостями. 5 мая вся мировая общественность отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. В нашей области людей с ограниченными возможностями более 70 тысяч. И многие из них говорят о том, что они не нуждаются в жалости, а нужна им наша поддержка, наше понимание и восприятие их как полноправных членов общества. В конце прошлого года Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, приоритете развития безбарьерной среды и включение людей с инвалидностью в жизнь общества, во всей его сферы. Что же поменяется в жизни людей с инвалидностью после принятия этого документа? За какие права сегодня приходится бороться людям с инвалидностью? Почему им приходится бороться? О безбарьерной среде, а также о реабилитации посредством спорта, об этом мы не только будем говорить с нашими гостями. В студии прямого эфира. Заведующий сектором по работе с инвалидами Управления спорта и туризма Брестского облсполкома, председатель Белорусской Федерации физической культуры и спорта инвалидов Валентина Пипко. Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Брестского облсполкома Инна Ступникова. А также руководитель Брестского клубного дома «Калейдоскоп» Кристина Хованская. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну и конечно же, в первую очередь мы напоминаем и вам, уважаемые телезрители, что по телефону в Бресте 21 55 65 вы можете позвонить, задать свой вопрос или высказать свое мнение по нашей тематике. Ну вот вы знаете, неоднократно каждый по-своему говорит, там, люди с ограниченными возможностями, люди с инвалидностью, инвалиды. Вообще есть разница, да, в понятиях, в определениях, Кристина? Я знаю, что у вас как бы своя точка зрения на это, почему? Звучит что-то обидно. Ну, 21 октября 2016 года была принята конвенция о правах людей с инвалидностью. И в этой конвенции основной упор на то, что человек с инвалидностью, он в первую очередь личность, человек. Поэтому принято как бы считать, что лучше говорить все же, конечно, в первую очередь обращаться к личности. Говорить либо человек с инвалидностью, либо люди с инвалидностью. Валентина Николаевна, а вот для вас есть различия в определениях, так скажем? Ну, наверное, я тоже соглашусь, что лучше говорить люди с инвалидностью, нежели с ограниченными возможностями. Потому что ограниченные возможности, они, в принципе, есть у каждого человека. Еще и под вопросом, ограничены ли они как-то бывают. Ну, не все мы обладаем всеми талантами сразу, у кого-то своя сторона, да. Но мне кажется, большой разницы от того, как нас называют, нет. Каждый человек проявляет себя прежде всего как личность, и этим заслуживает отношения к себе. И то есть вот по личностным качествам, по характеру, наверное, должно быть и отношение. Инна Павловна, ну, Международный день борьбы за права инвалидов, да. Во-первых, почему борьбы? Приходится ли им бороться сегодня, этим людям, за свои права, да? Ну, и в чем они вообще заключаются? Вот если, признаться, ты далек от этой темы, то ты не понимаешь, понять, не представляешь, вернее, да, с чем им приходится сталкиваться, на что они имеют право, да. На примере брестских инвалидов, ваше мнение? Ну, мое мнение о том, что все права, гарантии, которые предусмотрены государством в городе Бресте, они реализуются полностью. Это определенный перечень год, как социальных, так и других. Кроме того, наверное, есть и горячие линии, есть территориальные центры, которые работают для того, чтобы, ну, оказать максимальную помощь и поддержку для таких категорий, как люди, имеющие инвалидность. Я полностью согласна с Валентиной Николаевной, что именно люди, имеющие инвалидность. Ну, если так рассматривать по городу, у нас в городе проживают практически 15,5 тысяч инвалидов. Из них около 350 – это инвалиды-колясочники. Более 1300 – это инвалиды, которые имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. У нас порядка около 1300 детей-инвалидов, которые имеют различную степень утраты здоровья. Поэтому вот с этой категорией граждан, конечно, работают наши социальные службы, социальная защита. И поэтому все права, гарантии, пенсии, выплаты, пособия, оказание всевозможной помощи из фонда социальной защиты, адресной помощи, она у нас выполняется полностью. То есть не было таких случаев, чтобы инвалиду в чем-то было отказано, либо он не получил тех прав и гарантий, которые предусмотрены законодательством. А это целый ряд законов и о социальном обслуживании, и о ветеранах, и о льготах, которые предусмотрены. То есть в этом направлении работа, все, что со стороны государства, выполняется в полном объеме. Ну а все-таки почему такое словосочетание «бороться за свои права», «борьба за права инвалидов»? Ну, долгое время у нас еще с эпохи СССР инвалидов уже не было, и потом они когда резко появились, и захотели иметь те же возможности, как и любой человек, учиться, заниматься спортом, работать, вести полноценную бытовую жизнь. Конечно, это стало, особенно вот с отсутствием безбарьерной среды, возникли огромные проблемы. И вот, ну, людям пришлось бороться, да. Поэтому вот отсюда, наверное, и пошла борьба, потому что, ну, в то время общество Советского Союза оказалось уже еще не готово и психологически, и номинально по сути. Вот, но я хочу сказать, что действительно у нас прекрасная законодательная база, которая предусматривает в основном все, да. Но на сегодняшний момент, наверное, самым большим, большой проблемой остается человеческий фактор. То есть реализация вот этих законодательных нормов и актов, она все-таки зависит от человека, да. И когда люди делают, наверное, они просто где-то не до конца понимают важность, для чего они делают и какую вот они имеют важность для этих людей, да, для людей с инвалидностью. Как с этим бороться, даже не знаю. Мне очень нравятся социальные проекты, которые существуют в других странах, когда чиновников, которые задействованы в работе по безбарьерной среде, им предлагают сесть в инвалидное кресло и от своего места проживания, от своей квартиры при помощи обязательно общественного транспорта добраться до рабочего места. Вы знаете, вот одна такая повестка помогает понять чиновникам все. Это перекрывает тысячи просьб, писем, обращений. Человек резко понимает те проблемы, которые должны решаться, на которые надо обращаться. Потому что пока не будет вот этого человеческого фактора отношения, то все акты это только на бумаге. А у вас есть конкретные примеры? Вот приведите несколько. Ну, вы знаете, на сегодняшний день остро у нас, если мы берем, вот стоит вопрос, мне кажется, это места на парковках автомобилей, когда люди не понимают, и когда приезжают, да, я тут, понимаете, у нас, ну, как бы общество не понимает, что людям на костылях или на коляске пройти или проехать лишние 100 метров, это тяжело физически, да, даже без пакетов, нежели на ногах просто пройти. И когда даже культурно начинаешь делать людям замечания, это вызывает раздражение. Если мы говорили, что до сих пор у нас в отношении общества в основном была ассоциация либо с жалостью, либо со страхом инвалидов, нас либо боятся, либо жалеют, то сейчас еще, к сожалению, сейчас добавилось раздражение вот именно с этой борьбой, которую чем больше инвалидов выходит на улицу, да, они вот отмечают, что бы они хотели, что не так, и вот это в обществе вызывает почему-то неприятие, раздражение. Но верится, что эти случаи нечисты. Нет, с парковками, к сожалению, это... Это распространение уже слышало, да? Да, есть, ну, понимаете, не каждый же раз будешь вызывать ГАИ, это тоже. Причем, что штраф очень достаточно весомый, там, 50 рублей, если ты занимаешься, по-моему, что-то такое. Да, те же бровки, которые не соответствуют большинстве нормативным документам. Ну, кажется, что такое лишние 2 сантиметра для здорового человека? Он даже не понимает, в чем суть проблемы, которую мы поднимаем. Ну, понимаете, когда человек на коляске мог бы сам вот весенним или летним днем выехать, просто погулять по улице, который может выбраться из дома, да, то тут ему нужно уже опять кого-то просить о помощи. Вы знаете, тут такой психологический момент. Люди готовы помогать, но по любой мелочи просить это, ну, как бы лишний раз подчеркивает твою немощность и подчеркивает твое то, что ты не такой, как все. Вот почему мы говорим, что безбарьерная среда, она направлена на то, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя равными в обществе. А вот мне всегда казалось, почему в Европе, да, достаточно такое отношение, лояльно, да там, наверное, и не акцентируется внимание того, что человек там на коляске. Ну, человек и человек, да, потому что они могут свободно перемещаться от того, что их много, и поэтому стираются эти грани. Но вы говорите о том, что, Валентина Гавловна, чем больше, да, таких людей появляется, то у нас общество, значит, надо как-то готовить, какая-то все-таки работа должна идти. Ну, вот вы, кстати, говорили, что мне очень нравится, и мы все приветствуем подписание принятия конвенции, потому что у нас очень слабо была прописана ответственность за несоблюдение всех нормативных актов по безбарьерной среде. То есть, если что-то где-то не выполнено, ну, где-то можно там какой-то, там, я не знаю, какой-то минимальный штраф или что, то есть проще иногда делать со штрафом, нежели что-то делать. В конвенции это все четко прописано, что за несоблюдение выполнения норм по безбарьерной среде несется большая и административная, и материальная ответственность. Ну, наверное, реалии современной жизни таковы, что когда предприятие, какие-то лица придется заплатить штраф, который окажется весомым, и они будут знать, что это безнаказанно не пройдет, тогда, наверное, это придет уже в норму, и люди начнут это воспринимать. Кстати, за границей тоже очень большие штрафы, и поэтому вот именно при помощи, именно благодаря вот этим большим размерам штрафов, они давно уже очень соблюдают. Но вы верите в то, что конвенция начнет работу у нас? Ну, конечно. По идее, она уже должна начать работать. Если с ноября уже работает, какие-то сподвижки есть? Она начинает работать. Есть какой-то пример? Кристина, есть ли вам что сказать? Я знаю, что вы сотрудничаете, общаетесь с представителями из Офиса по защите прав инвалидов в Минске, да? Я знаю, что очень активная эта такая организация и помогает многим людям. Что еще можно важного сказать об этой конвенции? Можно ли обнадежить людей с инвалидностью, что что-то подвижки уже какие-то на сегодняшний день есть, и это дальше будет так же идти? Ну, вообще, хотелось бы сказать, да, что конвенция – это международный документ, который помогает защитить права и возможности людей с инвалидностью. Также у нас Офис по правам людей с инвалидностью разработал такую книгу, ну, вернее, просто перечислил здесь конвенцию, прописал вот так это выглядит. Она есть на русском, на белорусском языке, вот. Ну, и, конечно, я уверена в том, что с принятием конвенции в нашей стране, с ее ратификацией, подписанием в любом случае должны наступить какие-то изменения, потому что это важно, и мы сегодня тоже говорили о том, что это в первую очередь наша культура, культура нашего общества, и принятие этих людей – это важно. И осознание, что они есть, что они с нами, что они в нашем обществе – это показывает нашу культуру, культуру всей нашей страны, культуру нашей нации. Еще, может быть, тогда стоит и можно ли оправдать, знаете, достаточно часто можно слышать, почему вдруг вспоминают об инвалидах. А, понятно, очередной день инвалидов, Международный день защиты прав инвалидов, вы об этом говорите. Но, с другой стороны, это повод лишний раз озвучить какие-то важные моменты, и, может быть, благодаря этому наше общество уже в следующий раз, встретив или увидев знак на парковке, что это место для инвалида, он уже не будет занимать это место. Валентина Николаевна. Поддержите нас, что вы не зря сегодня встретились. Нет, однозначно, любое начинание, оно никогда не проходит зря, чем чаще и больше мы будем говорить. Это здорово, но хотелось бы, понимаете, чтобы это действительно было не по каким-то датам, когда мы инвалида приурочены. Сейчас, мне кажется, новая такая ступень, когда мы должны именно это взаимоотношение общества и людей с инвалидностью как-то налаживать и решать, это не разделять, а объединять. Если вот в наших ближайших соседях в России, то есть в сходных по нашему менталитету, скажем, у них есть очень сильная государственная программа, называется «Мы вместе», которая несет очень сильнейшую идеологическую направленность, и все это способствует именно изменению отношения общества к инвалидам. Там именно взаимодействуют люди с инвалидами? Да, то есть там не только реклама, вот если брать рекламу, не только в России, вообще мировое любое телевидение, там идет реклама на какую-то тему. Там обязательно в этой рекламе мелькнуть представитель инвалидов. Возьмите, чемпионат мира по футболу среди здоровых был, реклама FIFA. Представители всех стран, формы, инвалид, колясочник тоже в футбольной форме. То есть это вот так вот, ну как бы, не навязчиво, но оно формирует отношения, вот именно идею равенства, что это не люди второго сорта, это не люди какие-то другие, это те же самые люди, те же наши граждане. Ведь по данным Всемирной организации ЮНЕСКО, в мире каждый десятый человек – это люди с инвалидностью. И такая пропорциональность, она примерно сохраняется в каждом государстве. Если задуматься, каждый десятый человек у нас человек с инвалидностью. То есть в окружении любого из нас могут быть такие люди. Значит, это та тема и то отношение, которое, ну, должно быть просто человечеством. Ну, я думаю, что Инна Павловна сейчас подтвердит, что каждодневно все равно идет работа, да, и не только в такие какие-то ключевые даты, это средства массовой информации, да, что-то так афишируют. Я хотела бы остановиться на том моменте, что у нас город Брест – единственный областной центр, где у нас вот именно проблемам людей с инвалидностью обращают дважды в году. Это Международный день инвалидов, который мы во всем мире, но это такой не праздник, это просто дата, в которую, наверное, общество показывает о том, как оно решает проблемы инвалидов, как оно вникает и помогает решать те или иные проблемы. У нас проходит городской день инвалидов. Он проходит у нас традиционно в парке городском. Вот, Валентина Николаевна у нас, можно сказать, замечательное мероприятие. Она у нас организатор именно спортивной части мероприятий. То есть у нас все городские общества, областные общества инвалидов и дети в беде, где детки, страдающие онкологическими заболеваниями. Наше городское общество инвалидов и детей родителей инвалидов. И общество БелТИС, и другие организации. Наши территориальные центры очень активно участвуют, потому что у нас в Московском территориальном центре у нас три отделения дневного обучения. Это возможность этим людям рассказать себя. Это задача не для того, чтобы вообще цель этого мероприятия – обратить нас, внимание на этих людей. Что порою, вот я работаю с этой категорией, мы очень тесно, что порою, вы знаете, их талантом, их виденью, их отношению к жизни, стремлению что-то сделать лучше в нашей стране. Иногда даже поражает, что мы люди, у которых нет инвалидности, мы даже не так воспринимаем иногда отдельные какие-то моменты. Во-вторых, мы делаем своего рода какой-то такой праздник для детей инвалидов. У нас бесплатно работают аттракционы. То есть все предприниматели, которые имеют аттракционы в парке, они бесплатно катают. Кроме того, сладкие призы, какие-то подарки разыгрываем, какие-то конкурсы проводим. Кроме того, инвалиды, которые у нас проходят трудовую реабилитацию, которые своими руками сделают, ну, вы знаете, очень красивые игрушки, можно сказать, произведения искусства, и картины рисуют. И это возможность жителям города посмотреть на их таланты, на то, что инвалиды делают. Ну, вы знаете, это настолько впечатляет. И вот это вот общение наших граждан, которые приходят в парк, потому что у нас мероприятие проходит в 11 часов, очень много детей в парке, и практически у нас где-то 300-400 инвалидов со всех обществ, которые могут поехать и по состоянию здоровья. Те, которые не могут уже где-то находиться дома, мы тоже стараемся какие-то сувениры передать, то есть чтобы люди тоже не остались одинокими. Ну, вы рассказываете все же об особых днях, а вот каждодневно как уделяется внимание в Бресте? Какими насущными вопросами? Насущные проблемы у нас ежедневно, все обращения граждан, вот, в том числе по вопросам и безбарьерной среды, либо надо оказать помощь, либо направить в интернат, либо на лечение, либо оказать помощь на оперативное лечение, то есть много различных обращений. А примеры конкретные можете им помочь? Ну, у нас, если взять безбарьерную среду, которую мы сейчас подняли, эту тему, у нас в основном вот именно обращения идут в Брестский городсполком именно по вопросам создания либо пандусов, либо подъемников. То есть это связано с тем, что в жилом фонде, который давно уже у нас построен, бывают такие случаи, когда в семье появляется инвалид, естественно, ни квартира, ни подъезд не приспособлены для того, чтобы инвалид мог свободно перемещаться самостоятельно. Мы уже говорили, что в советское время этой категории не было. Не было, да. И поэтому вот в основном это вот эти вопросы, да. Поэтому мы изучаем, мониторим. Выделяют Брестский городсполком, значит, под эти мероприятия. У нас есть программа безбарьерной среды одна из... Но вот смотрите, была программа такая большая, достаточно 5 лет, да, в 15-м закончилась. Сейчас, насколько я знаю, подпрограмма. Что-то, оно переходит одно из другого, не меняется. Но суть не поменялась, да. Мероприятия те же, и одно из основных мероприятий, это создание условий проживания в жилом фонде. Поэтому я могу привести вот два примера, как у нас по прошлому году. У нас обратилось два человека. Это по Суворова 93, где мы сделали подъемник, там семья с ребенком инвалидов. И у нас инвалид, молодая девушка, колясочница, вот, которая занимается именно танцами на колясках. Она у нас очень замечательный такой, с большим оптимизмом человек. Вот, мы ей сделали металлический подъемник. Вот, и хочу сказать, что, ну, это, как бы, выделены их большие деньги на это. Вот, поэтому все вот эти вопросы. В этом году у нас снова было обращение. Вот, уже по Ясеневой 8 тоже обратилась семья. Вот, тоже по подъемникам. Но вот как долго ждать? Извините, я прошу. Вот, да, есть заявление, например. Ну, хочу сказать, что это, конечно, не решается несколько дней. Почему? Потому что для того, чтобы делать либо металлический, значит, либо подъемник поставить, либо сделать средства безбарьерной среды, которые необходимы в подъезде, надо делать проект. Вот, вся загвоздка в том, что это проектно-сметная документация. Согласно уже проведенным проектам. Поэтому мы для того, чтобы это было более оперативно, если у нас, вот, человек обратился, мы обращаемся с тем, чтобы финансовое управление на имя председателя, чтобы дополнительно были выделены средства на создание проектно-сметной документации, чтобы это уже работа шла. Ну, период можете озвучить, Ильпан, сколько приходится вот ждать? Ну, проект где-то делается месяц, вот, а потом уже у нас предусматриваются какие-то денежные средства по стоимости, и выполняется работа. Ну, иногда может это и месяц быть, иногда может два, то есть зависимости, какие виды работы выполняются. Ну, в продолжение, да, еще один такой пример, он еще не завершился, но вроде бы вот-вот ожидается, в сюжете об этом будет сказано. В качестве иллюстрации, наверное, к тому, с какими сложностями приходится сталкиваться людям, в частности, кто на инвалидной коляске, вынужден передвигаться по разным обстоятельствам. Вот вы сказали, что девушка, которая занимается станциями, она оптимист, да? Героиня нашего сюжета, меня тоже поразило оптимизмом, и так складывается такое впечатление, что эти люди, они, в принципе, по-другому мыслить не могут. Очень сильные, да, и очень сильно внутренний такой у них стержень. Анжела, героиня нашего сюжета, с чем она сейчас как бы сталкивается непосредственно в том доме, где она живет, хотя это социальное жилье, да? Ну и будем надеяться, что все-таки все разрешится. Давайте посмотрим, а затем продолжим. Еще до встречи с Анжелой по голосу в телефонной трубке было понятно, что этот человек не с железным, с остальным стержнем внутри. После трагедии научилась жить во вновь в предложенных обстоятельствах. Предоставили социальное жилье – хорошо, невозможно попасть в ванную – переделаем. Хочу показать вам один из вариантов решений, да, узких проемов, которые не дают нам возможности заходить в туалет и в ванну во многих местах. Это дверь-купе. Элементарно. Убирается коробка, и проем становится на 10-15 сантиметров шире. То есть коляска туда проходит. Это недорого. Однако стенами квартиры жизнь Анжелы не ограничивается. В ее активе – участие в чемпионатах по настольному теннису, продвижение идей о создании Бресского отделения Ассоциации инвалидов-колясочников. Но это в мечтах, а в реальности – желание хотя бы беспрепятственно попасть из дома на улицу. Это лишь первый незначительный барьер, дальше – доступный лифт, а потом в социальном доме начинается так называемая безбарьерная среда. Когда говорят «ограниченные возможности» – «неограниченные возможности». У нас недоступная среда. Эти сооружения, которые понастроили, они никакого отношения вообще не имеют к безбарьерной среде, потому что безбарьерная среда имеет нормативы, безопасные для движения моего. Мы ходили в облсполком, решили, что нам поставят подъемники, деньги выделены, до июля месяца нам должны поставить подъемники. Ждем. А пока, уверенно держа в руках руль, мастерски маневрируя на поворотах, Анжела везет нас в одно из социальных учреждений, где безбарьерная среда должна быть по определению. И она там есть. Много удалось реализовать на практике. А вот что делать с теми, кто позволяет себе создать людям с инвалидностью дополнительные барьеры и трудности при передвижении? Ведь дело не только в пандусах и подъемниках. Дело и в отношении общества к людям, на самом деле, с безграничными возможностями. Дело и в отношении общества к людям, на самом деле, с безграничными возможностями. предложить, я просто помогаю. А Анжела иногда это делает сама в каких-то местах, да, где... Она говорит, ну, бумаги есть безбарьерная среда, вопросов нет. Вы сказали о том, что законодательство идеальное. И оно даже реализуется, какие-то элементы. Но, к сожалению, по каким-то причинам уровень, да, иногда угол... Она говорит, я могу убиться просто, если я съеду вот даже с этого технического сооружения, да. Все-таки вот непонятно, почему вот эти элементы... Опять-таки мы говорим, что должна быть ответственность за исполнение нормативов по безбарьерной среде. Опять мы возвращаемся к этому. Пока не будет спроса, да, то вот... У нас очень много пантусов таких, которые делают частные фирмы в свои магазины. Они вроде сделали, чтобы это было... Ну, я не знаю, с кем они советуются, да, но этот пантус есть, и я просто... Значит, делают для галочки. Да, если человек на коляске по нему поедет, то он может вторично получить группу инвалидности. Это страшно, правда. Это страшно. Угол очень... Да, поэтому... Понимаете, еще для многих есть такой момент непонимания. У нас часто думают, что безбарьерная среда – это только пантус на входе. Да. Но это не только и не столько пантус на входе. Безбарьерная среда важна от и до. То есть, если ты по пантусу добрался в холл какой-то организации, какого-то учреждения, то важно и все остальное там. Это и ширина проемов кабинетов, санкомнат. Это и отсутствие порогов, чтобы попасть в эти кабинеты. Это и ширина лифтов, чтобы не выламывать двери, расталкиваясь, чтобы коляска могла пройти. Вески бывают разных размеров. Да, то есть, когда мы говорим о безбарьерной среде, это не только пантус. Это и перилы, это и контрастный ступень. Это многие вопросы, которые, я подчеркиваю, очень грамотные, нормативно выверены и продуманно. Все изложены в нормативных законодательных документах. Осталось это все исполнить. Да, исполнить. Понимаете, почему так важно безбарьерная среда? У нас существует очень много социальных льгот для инвалидов. Но это тем самым уже у людей с инвалидностью развивает потребительское отношение к жизни. Когда большинство людей уже привыкли, что им все должны, и хотелось бы еще и больше. А безбарьерная среда направлена на то, чтобы человек мог не прося реализовать, заработать сам. То есть большая важность – это иметь равные права на трудоустройство. Потому что работа в наше время – это и саморазвитие, это и самореализация, это и основной источник заработка, чтобы заработать и жить так, как ты хочешь на том уровне. То есть не просить, не ждать какой-то льготы, а иметь возможность самому себя реализовать, получить образование и заработать. Вот это очень важно. Есть какие-то примеры? Примеры чего? Примеры того, как человек с инвалидностью хорошо зарабатывает. У нас очень много таких людей. У нас среди людей с инвалидностью есть и люди, которые имеют свой бизнес, и которые занимают руководящие должности. Но они сами, я так понимаю, никто не пришел, за руку их не взял, никуда не отвел. Ну, конечно. Это как раз тот пример. Конечно, но понимаете, не у всех людей есть такой характер, который будут пробивать, извините, лбом стены или вот идти, так сказать, по-стахановски первыми. То есть в чем хорошо, чтобы любой человек, который захочет самореализоваться в чем-то, кто-то в культуре, кто-то в спорте, кто-то в трудовой деятельности, чтобы у него эта возможность была. Ну, мы все-таки ушли от безбарьерной среды. Хотелось бы закончить эту тему чем? Перечень тех объектов. Чего скрывать, Валентина Николаевна? Сегодня вы самостоятельно не добрались до этой студии. Пришлось прибегнуть к помощи достаточно сильных мужчин, которые помогли вам сюда добраться. Вот даже взять наш телецентр. Есть какие-то обязательства, Инна Павловна, чтобы было? Собрать ту же конвенцию. Какие издания? Или есть перечень, да, учреждения, которые первоочередно должны быть оборудованы. То есть, в первую очередь, это объекты социальные. Это учреждения здравоохранения, это учреждения социальной защиты. В том числе, наши райисполкомы, горысполкомы. То есть, те помещения административные, которые инвалид должен беспрепятственно попасть для решения тех или иных своих вопросов жизненных. Ну, я хочу сказать, что у нас в городе, ну, как бы, есть постоянно действующая комиссия по реализации мероприятий выполнения безбарьерной среды в городе Бресте. А представители, вот, дети инвалидов сюда входят? Обязательно, да, входят. И колясочники, простите, а Инна, и колясочники... Да, у нас входит в состав этой комиссии председатель наших городских организаций инвалидов. В том числе у нее, у нашей городской организации, которую возглавляет Инна Дмитриевна Кувшинова, вот у нее порядка есть и дети инвалиды, и взрослые инвалиды. То есть люди с различной, ну, как бы, степенью утраты здоровья, вот, и представители, председатель нашего общества инвалидов по зрению, то есть инвалиды не только колясочники, либо инвалиды, там, имеющие какие-то другие. И у нас было в феврале месяце заседание, вот, и дано поручение всем службам, в том числе и социальным, и по образованию, по здравоохранению, жилищно-коммунального хозяйства, для того, чтобы они провели мониторинг всех своих учреждений, и где какие выявляют недостатки, либо недостатки, там, устройства пандусов, поручни, либо, там, где-то у кого-то высокие порожки. Все вот этот мониторинг, 10 мая они предоставят нашу комиссию, и уже по результатам вот этого мониторинга мы также будем вносить предложения, отдельные какие-то мероприятия для устранения тех или иных выявленных нарушений. То есть эта работа у нас даже, именно мониторинг, он у нас проводится постоянно, именно с участием инвалидов, общественных объединений. Материна, а можете сказать, вот, насколько что-то сдвинулось с места по безбарьерной среде? Все-таки уже достаточно много времени прошло, да? Да, значительно сдвинулось, конечно, работа ведется, и она видна колоссально. На себе вы ощущаете это? Я хочу сказать, что, в принципе, почти все основные учреждения здравоохранения имеют, ну, вот, если, может, где-то там ширина проемов, где-то оставляет желать лучшего, но, в принципе, там все уже почти идеально. Ну, с них и надо начинать, правильно? Да, вот. Самое тяжелое, это, конечно, жилищный фонд, потому что, к сожалению, число инвалидов растет, и когда в старом фонде жилищном появляются такие люди, то там очень сложно реконструировать, это очень финансово затратно, установление подъемников и так далее. Вот это действительно, вот это и есть проблема. Ну, и, наверное, я бы хотела еще пожелать, чтобы обратили все-таки на учреждения культуры, потому что в кинотеатры, в театры, и, то есть, ну, инвалиды живут не только проблемами, а, то есть, они должны радоваться жизни, развиваться и иметь возможность также культурно образовываться. Тем более, что вы курируете инваспорт. Да. Вот какие сподвижки в этой сфере? Ну, что касается спортивной отрасли, то, мне кажется, у нас очень много сейчас новых современных объектов, которые отвечают безбарьерной среде, и с новыми объектами вообще легче работать. Извините, они уже все, да. Вот просто сами люди с инвалидностью, они отвечают, единственное, где вообще нареканий нет, это спортивные объекты. Да, потому что они строились уже в последние где-то десятилетия там, и они соответствовали... Ну, развитие было Паралимпиадом, как раз это бум. Да, да. И они соответствовали уже этим нормативным документам, там старались соблюдаться, поэтому там действительно все хорошо. И вот эти новые, то есть в старых зданиях спортивных, конечно, тоже есть проблемы у нас, но мы стараемся как-то решать вопросы по реконструкции, тоже изготовлению пантусов. Ну, а за счет вот этих новых объектов мы стараемся уже как бы закрыть все вопросы. Очень хорошо, потому что вот с того момента, как мы с вами встречались, многие мои планы и надежды уже реализовались. У нас в Брестской области в одной из первых, так сказать, областей в республике были открыты группы по инваспорту при спортивных школах. Сейчас в области у нас 13 таких групп, в Бресте 9 групп и еще 4 группы в Бресте от Республиканского центра по паралимпийским и дефолимпийским видам. Если вкратце, а что это означает? Это группы, где на нормальном, так сказать, организован профессиональный тренировочный процесс тренером-профессионалом набрана группа из спортсменов-инвалидов по каждому виду, которому у нас открыты группы, и ведется полноценный тренировочный процесс, где дисциплина, результат во главе стоит, то есть, ну, все как в спорте. У нас, значит, под таким видом спорта, как фехтование, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, бочи. То есть, все желающие, да, люди, которые имеют какой-то недуг, так скажем, могут активно реализовать себя в спорте. Да, то есть, мы им когда... Да не только реализовать там результаты, да, строить. Да, да, и что-то добиться. Как бы у нас вот была мечта открыть областной центр такой, но у нас уже 10 лет существует сектор по работе с инвалидами при управлении спорта и туризма в Брестской области полкома, который, в принципе, вот эти все функции взял на себя. Но, опять-таки, еще повторюсь, самая большая проблема – это пассивность самих сейчас инвалидов. Давайте не будем торопиться, вы сказали, после первого визита есть подвижки, сейчас второй визит и ждем. Да, будем, но очень чуть больше про то, чтобы долгожданный звонок от телезрителей у нас есть. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задайте свой вопрос, пожелание. У меня такое пожелание или просьба, как правильно сказать, чтобы общественный транспорт на остановках останавливался так, чтобы инвалиду было удобно выйти с автобуса и зайти в автобус. Скажите, вы тоже человек с инвалидностью? Да, у меня вторая группа инвалидности. А что они делают не так? Я имею в виду водителя. Они не подъезжают, ну как правильно сказать, на остановке, вот к бордюру. Этот момент вы чуть-чуть опустили, а до эфира мы как раз и говорили об этом человеческом факторе, да, но все же. Это было отсутствие профессиональной этики. То есть это доведено, насколько я знаю, и руководство автопарка доводит до своих работников, что это они должны делать. Но, к сожалению, опять-таки из-за вот этого человеческого фактора недопонимания, то, что они не считают это важным, это не исполняется. Это конкретика проблема. Они близко не подъезжают к бордюру. Когда полметра до Бровки, нужно сойти с Бровки, а бордюры там на остановке высокие, и зайти на очень высокую тогда ступеньку в автобус. Когда это вплотную к бордюру, тогда это между бордюром и ступенькой автобуса расстояние не такое высокое. Но если есть звонок, значит, есть конкретная проблема. Так это проблема есть. Инпа, а как-то можно ее решить и поставить на контроль? Я хочу сказать, уже мы проводим совместную учебу, вот именно водителей автобусного парка, водителей троллейбусного парка, которые вот совместный такой учебу, семинар, когда именно инвалиды подсказывают, какие у них вот есть вопросы по движению, по парковке, по тому, какой транспорт. То есть мы понимаем, что у нас еще есть автобусы, не все низкопольные, есть также и троллейбусы. Но работа ведется очень у нас по городу, как бы в этом направлении большая. Но будем надеяться, что все-таки активизируется процесс. Да, у нас только уже... Вы говорите, что это не халатность, а может быть какое-то незнание действительно водителей. Ну, я хочу сказать, что у нас уже порядка где-то около 80% у нас уже троллейбусов низкопольных. Вот с учетом, что у нас уже в этом году, вот в первом квартале, у нас 12 троллейбусов новых. И планируется еще в этом году купить 18 новых автобусов. То есть практически мы еще вот несколько лет, у нас будет 100% уже именно транспорт низкопольный. Ну, уже замечательно. Вот, поэтому в этом направлении есть жалобы и очень много вот именно о том, что не все водители вот паркуются так, как полагается. Это действительно создает не только именно людям с инвалидностью, но зачастую вот у нас сейчас открыта новая поликлиника детская, да. И вот едет очень много с новых районов. С колясками, да. С колясками детками. И очень плохо, когда припаркуются либо люди в возрасте, да. И человек не может сойти, потому что действительно низкопольный автобус, низкий бордюр остановился 50-60 сантиметров, не доезжая. И, конечно, человеку, ну, практически невозможно спуститься. Транспортная тематика популярна у нас в программе, стоит взять и нам тоже на карандаш. Но мы начали говорить о реабилитации посредством спорта. Кристина, я знаю, что у вас тоже такая интересная практика, да. Инпал, нам потом как бы юридические моменты по государственному реализации заказа. Я, в принципе, наверное, будет правильно, что я назову вообще, что у нас в Бресте есть. Давайте, да. Потом Кристина у нас в своей практике объяснит. А Кристина на своем примере, потому что у них уже мы, это, второй год на примере. Значит, у нас в рамках государственного социального заказа у нас таких три направления охвачены работы. Но впервые, первое, это вот я расскажу про Кристина, это Белорусская ассоциация социальных работников, общественная организация. Это у нас услуги социально-психологической и трудовой реабилитации лиц, страдающих различными психическими заболеваниями. Вот. Там у нас работают три специалиста. Вот. И находятся под этой реабилитацией 20 мемолитов. А в чем суть вообще вот этой практики, да, вот этой реализации вот этой государственного социального заказа? Ну, вообще, суть практики это разгрузить государственные учреждения, отдать возможность нашим общественным объединениям поучаствовать в реализации вот этих программ. То есть им окажется какая-то помощь и поддержка, чтобы они непосредственно какие-то мероприятия реализовывали? То есть у них же, ну, самое главное, что в наших общественных объединениях у инвалидов, у них свои какие-то методики именно работы, реабилитации. Вот. И поэтому я считаю, это очень правильно, что у нас это проводится в городе Бресте. И охватываются различные категории людей с различной инвалидностью. Ну, вот, я думаю, что Кристина там подробнее расскажет. Я еще назову, что у нас, ну, уже тоже второй год услуга сопровождаемое трудоустройство. Это тоже впервые в городе. Это когда у нас инвалидов первого группы, первая группа слабовидящего, на работу сопровождает специалист. То есть мы создаем два рабочих места, то есть для инвалида, и человек, который ее сопровождает, он тоже как бы работает. Он его сопровождает из дома на рабочее место, помогает какие-то функции выполнять на рабочем месте. Это на постоянной основе или это какой-то временный промежуток? Нет, это в течение года. Значит, в прошлом году у нас был государственный социальный заказ, мы проводим конкурс. Вот наша вот сейчас организация Белтист, Белорусское общество инвалидов областное, они выбрали, значит, инвалида, который хочет работать. Создали ему рабочее место, вот, и подобрали работника, который его сопровождал. В прошлом году был один инвалид, и в этом году уже новый инвалид. Он уже сам самостоятельно может работать, и вот сейчас выбрали второго. Ну и третий, это услуги социальной реабилитации по формированию трудовых и бытовых коммуникативных навыков тоже лицам, страдающим психическими заболеваниями. Это у нас такое общественное мнение особое детство, там тоже работают три специалиста, и на реабилитации где-то порядка 20 молодых инвалидов. Кристина, прежде чем подробнее поговорим... Да, конкретный пример, чуть-чуть позже нам показывает, что есть звонок, и мы говорим здравствуйте очередному телезрителю. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или пожелание. Добрый вечер. Меня зовут Виктор. Да, у меня вопрос. Я вот, ну, с Брестского района, с сельской местности. Я инвалид второй группы, опорно-двигательный аппарат, у меня там ревматоидный артрит, там заменены суставы. Вот я тоже как-то пытался какой-нибудь приработок вот найти что-нибудь, но как-то ничего вообще не получалось. Что конкретно, какие действия предпринимали, Виктор? Куда обращались? Ну, объявление вот читаю, что требуются инвалиды. Звоню по объявлению, но только со зрением и со слухом. Я говорю, ну, у меня опорно-двигатель. Нет, мы таких не берем. Ну, где вот можно было, есть, может, в Бресте где-то какие-то организации. То есть вы готовы даже ездить в Брест, вы сказали, из Брестского района? Да, я недалеко от Бреста, я тут возле Бреста. Да, я могу ездить. А в Брестское управление по труду, в Брестское район обращались? То есть там вам что-то оказывали, содействие, может быть, какое-то по трудоустройству? Или куда там? На верах оружия, да. Если это Брестский район, это на верах оружия управление по труду, занятости. Нет, вы знаете, туда не обращался. Но дело в том, что у нас по нашей государственной программе, содействия, социальной защиты, содействия, занятости, у нас во всех городах, районах предусматривается бронь для инвалидов. Вот, и поэтому я думаю... Не взять газету, искать частное объявление. Ну, вообще, да, у нас, как по городу Брест, у нас даже два специалиста занимаются такими категориями, как инвалиды и люди, которые вернулись в место лишения свободы. То есть, ну, особые такие категории. Что мы Виктору посоветуем, значит, обратиться? Ну, ему надо обратиться, в первую очередь, конечно, в управление по труду, занятость социальной защитой Брестского района. Это на верах оружия. Вот, или позвонить. Ну, если там надо какой-то контакт, вы уже обратились, вот, можете позвонить к нам в управление по труду. Мой рабочий телефон 57 49 69. А, иконочка. 57 49 69. И я, в принципе, сама могу связаться со специалистами, со своими коллегами. И мы вас ориентируем, может быть, даже где-то в нашем управлении, где-то что-то, может быть, какую-то... Виктор, в общем, не откладывай эту генщик, завтра же звоните. А пока, Кристина, буквально... Пожалуйста, звоните, мы постараемся вам как-то помочь, хотя бы вас направить туда, куда... Спасибо, спасибо вам за потешку. Буквально очень мало времени, Кристина, но дать слово вам тоже мы, вернее, не дать слово не можем. Расскажите о калейдоскопе. Клубный дом калейдоскоп... Вообще, клубный дом — это социальная служба для людей с психическими расстройствами. И это социальная служба, которая помогает им жить за пределами больницы. Ну, не секрет, что данная категория зачастую находится в лечебных заведениях, учреждениях. И вот мы такая, следующая инстанция реабилитации. Мы оказываем реабилитацию, социализацию, адаптацию этих людей. Также помогаем и содействуем им в трудоустройстве. У нас работает у Ассоциации социальных работников юрист, который помогает и защищает права людей с психическими заболеваниями. И, ну, хотелось бы сказать, что данная модель, она международная, она очень уникальная. И таких в Беларуси больше нет. И эти люди очень нуждаются в подобных учреждениях, социальных службах. И наша Ассоциация успешно развила таких клубных домов уже четыре по Беларуси. Это Брест, Минск, Гродно и Витебск. И я думаю, что в дальнейшем мы планируем дальнейшее, конечно, развитие данной службы, потому что это актуально для них очень. Ну что ж, актуальна сегодняшняя тематика. Позвонили люди неравнодушные, причастные. И несколько, может быть, слов от каждого из вас, как итог сегодняшней беседы. Может, пожелание, обращение непосредственно к этим людям. С перспективой на будущее обязательно, Валентинка. Давайте начнем с вас. Ну что мне хочется сказать, что, наверное, надо всегда помнить, что, несмотря на то, что происходит в жизни, всегда есть возможность изменить ситуацию. Что большой путь у каждого человека начинается с первого шага. Верьте в себя, верьте себе и делайте этот первый шаг. Ирина Павловна. Ну, после слова, Летина Николаевна, сложно что-то добавить. Но я хочу сказать, что со своей стороны, как социальной службы города, как кураторов нашей программы «Безбарьерной среды». Но я даже один из примеров приведу, что сейчас, я думаю, все, многие горожане ощутили, как у нас прошла реконструкция пионерской, как сейчас проходит реконструкция Янки Купалы. То есть, да, то есть там и рельефные плитки для собовидящих, и, ну, как бы, очень все так продумано для инвалидов. Перспектива, в общем, будущее светлая. Я думаю, что все улицы в ближайшее время будут такими же, как пионерская Янки Купалы. Стив, буквально два слова. Ну, хотелось бы обратиться к нашему обществу и сказать, что, к сожалению, мы не застрахованы от заболеваний, в частности, той категории, с которой я работаю, психические заболевания. Актуальна депрессия сейчас очень сильно, и это прогнозируется, что к 2020 году это будет первое заболевание, ведущее по потере трудоспособности. Поэтому хотелось бы попросить общества, чтобы они не оставались в стороне и попытались, нашли себе силы принимать этих людей, принять, понять эту проблему и осознать ее, что это общая проблема наша. Спасибо. Будем надеяться, что наша программа, действительно, какие-то подвижки вперед будут сделаны благодаря этому, то, что мы озвучили сегодня. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание и до следующей встречи в программе Prime Time. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok